Всем привет! В эфире еще один книжный обзор, на этот раз немножко не по кавказской тематике будет, но книга очень интересная и частично все-таки задевает древнюю кавказскую историю и в принципе полезна для всех, кто интересуется вообще историей развития человечества, человеческих обществ. Книга вот такая, она на русском языке, вышла в переводе 2014 года выпуска, в 2017 ее перевели на русский язык наконец-то. Это известный археолог, историк, профессор древней истории в университете Джорджа в Вашингтоне Эрик Клайн, который специализируется на древней истории, в частности, бронзовый век, железный век. Называется, как вы видели, история от 1177 года до нашей эры, год, когда пала цивилизация. Собственно, о чем эта книга? Эта книга интересна тем, кто изучает древнюю историю человечества. Дело в том, что в научном мире есть такое понятие, уже не так давно сформировавшееся, называется коллапс бронзового века. Это череда неких событий бронзового века раннего, это примерно 1700-1200 годы до нашей эры, когда поэтапно, потихонечку рухнули все известные древние цивилизации человечества, вот эти первые, Египет, Месопотамия и так далее, Ближний Восток весь, Греция, Кипр, Крит, Нойская цивилизация. То есть они все просто схлопнулись, развалились и случился хаос в темные века, после чего уже как бы железный век пошел и так далее. Даже ее можно сократить с 15-го до 12-го столетия, потому что, в принципе, книга, она так и разбита. С 15-го начинается столетия по 12-е, прям по главам, и автор проходит по всему Ближневосточному региону и Средиземноморскому поэтапно, объясняя, как домино сыпались эти цивилизации. Там, 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 следующее, следующее, в каждом обществе он рассказывает прям подробно и таким хорошим, качественным, научно-популярным языком прямо зачитываешься, как написано классно, прям, ну, такой сценарий какого-то экшена, приключения такого детектива. Здесь автор попытался, пройдясь вот через эти три столетия, описать, как начался этот процесс и как он закончился в подробностях, проходя по этим цивилизациям. И заключая эту книгу именно с теориями, пытаясь объяснить, почему же так произошло. Ну, в основном, как бы, теории общие сходятся с его мнением, то, что это произошло того, в основном, что некоторые цивилизации технологически, они, они отстали, они, то есть общество развилось уже очень крупным стало, но технологически отстало и не было способно себя нормально обеспечивать. Таким образом, этот перерос населения при недостаточности технологии его обеспечения, он вызвал коллапсы, схлопывания вот этих революций недовольных, так сказать, голод, эпидемии, которые схлопнули эти цивилизации. Ну и, соответственно, вызвали приход внешних таких сил, которые, пользуясь этим моментом, там, из степей, из кочевых набежали, как говорится, и добили остатки. В какой-то мере это касается и Кавказа. Дело в том, что коллапс Бронзового века, он, в общем-то, совпадает с эпохой исчезновения дольменных культур Средиземноморья и, наверное, отчасти Кавказа, но на Кавказе это раньше началось несколько, да, просто уже последние такие очаги дольменной культуры здесь были тоже схлопнулись вот примерно в одно и то же время. То есть они все оказались уничтожены, оказались заменены совершенно другими культурами пришлыми. Посмешивалось там многое, и во многом вот эта книга объясняет причину, в том числе, исчезновения дольменной культуры на Кавказе. Единственный минус книги. Минус книги дело в том, что она при всех вот этих частных подробностях общей картины по-хорошему не дает. То есть, да, автор в конце объясняет, пытается объяснить причины, но он слишком много в частности углубляется, и, как бы, такой общей картинке не складывается, плюс у него как-то слишком уж узко получается Ближний Восток, чуть-чуть Средиземноморье, да, там, Греция, Крит, но мы не понимаем, что произошло в это время в Европе, там, в Азии, там, в том же Дальнем Востоке, в Индии, в Китае, да, там, в Африке, то есть там же тоже были цивилизации, и, как бы, в комплексе, а что там было, а что там происходило, а задело их-то как-то или нет, или, может, какое-то влияние было, мы не понимаем, он просто сужился до одного региона. Это минус, но просто других книг на эту тему практически нет достойных сегодня, поэтому будем считать, что это такая первая попытка, дальше будет интереснее. Поэтому всем любителям Древнего Мира очень рекомендую купить издательство АСТ, какое-то знаменитое, большое, там, в принципе, война по всех магазинах продается сейчас, там, потому что читай город, поэтому приобретите, обязательно почитайте, будет очень интересно.